Всем добрый день! Сегодня у нас 16-е. Решила свет включить, чтобы посветлее было на кухне. 16 января, суббота. Время полтретьего, уже вечер почти. Ну, день, так скажем, день. Так, 16-е суббота. В общем, всё у меня нормально. Я себе тут кофеечку заварила. Ладно, потом допью. В общем, всё хорошо у меня. С утра сходили в поликлинику. Сегодня у нас опять снегопад сильный в Подмосковье. Вчера вечером ещё начался. Вот только сейчас немножко стало потише. И то ещё не до конца. Вот на фоне чёрного леса видно, что всё-таки снег идёт. Мелкий такой, ну, как метель. Завьюживает так. Снежок есть. А с утра было ещё хуже. 15 градусов мороза. С утра было, наверное, побольше. Мы когда вышли, было где-то 16. В общем, пришлось сегодня суббота. Нам пришлось встать пораньше. Так как поликлинику записалась я на прививку на 10 часов. Вообще мы в 8 встали. Кое-как, правда, плохо что-то спала сегодня. Кое-как встали в 8, кофейку попили. Позавтракали и пошли. В общем, мы решили не на машине. Поехали туда на троллейбусе. В общем, доехали до конечной троллейбуса. Пересели на автобус. И там ещё две остановки проехали. А дальше там ещё пешком идти минут 10-15. Ну, минут 10. Обратно сели на автобус, который вроде идёт до дома. Но он что-то поехал вообще не в ту сторону. Увёз нас, чёрте куда, Кошану на Ленинградске. Который на Ленинградском шоссе. Он нас что-то отвёз туда, к Мегину, Кошану. Обратно, говорит, я обратно не еду до метро. Она в другую сторону. А маршрут у этого автобуса вообще другой совершенно. Он должен был там по кругу развернуться и поехать назад к метро. Ну, в общем, мы там вышли потом. Пересели на другой автобус. Уже на коммерческий. Уже не пришлось там выбирать. Там транспорт плохо ходит, редко. Одни платные маршрутки, коммерческие автобусы. Ну, мы, короче, пересели на другой. Ну, банковская карточка у меня была с собой. Пришлось заплатить по 35 рублей из каждого. Ну, с банковской карточки снялась. Ну, что делать. Заехали не в ту степь, короче. Думали, что доедем прямо до дома. Кстати, в прошлый раз мы вот так же сели. Автобус нас до дома довёз. А на этот раз он что-то поехал дальше куда-то к ошану. Чёрт с чёрт. Короче, надо у водителя всегда спрашивать, куда он едет. Что у них то ли маршрут меняется, то ли они разные маршруты. Ну, ладно. Дело не в этом. Главное, что прививку я сделала. Наконец-то с третьей попытки. Третья попытка удачная сегодня. Мы туда пришли. Где-то полдесятого мы уже там были. В общем, самое смешное, что на 10 часов было записано ещё человек 5 или 7. Потом уже, когда следующие подходили, спрашивали, а кто на прививку на 10, мы уже начинали смеяться. Потому что у нас было около человек 10, и все на 10. Ну, мы там, короче, очередь заняли. Там сначала берёшь анкету, заполняешь. Потом с этой анкеты идёшь к терапевту. Ну, там кабинеты рядом прям. Терапевт всё это дело смотрит, носит в компьютер. Я там показала свой вот этот тест на антитела. Сказала, что... В общем, она посмотрела, что антитела у меня нет. Правда, я сдавала 3 недели назад, но ничего страшного. Они этот тест сейчас уже не требуют. Ну, просто спросила, у вас есть? Я говорю, у меня есть. А прививку, говорит, от гриппа делали? Я говорю, делала. Ну, тоже досталась сумочке сертификат. Вот этот показала. Ну, и всё. Просто спросили, аллергии там нет, не нашли на лекарства. Говорю, нет, и всё. Больше ничего. А я когда заполняла анкету, там вопросы разные. В общем, там был вопрос, были ли какие-нибудь заболевания. И там список. Ну, я написала парочку, что были. И потом уже такая сижу, думаю, всё, сейчас продерутся. Ну, я же не могу не написать то, что было. Ну, думаю, ладно. Вроде как по телевизору сказали, что всем желающим делают. По идее, придраться уже не должны. Придираются только к тем, кто в данный момент проходит лечение. Ну, вот, какой-нибудь. Там уже врач. Нужно уже у конкретного специалиста тогда спрашивать, можно или нет. А у меня, я когда болела-то, три с половиной года назад. И тринадцать с половиной лет назад. В общем, давно. У меня уже давно всё в прошлом. Поэтому мне можно. Насчёт тех, кто сейчас болеет, не знаю. Там, наверное, как-то надо дождаться, когда лечение закончится. Ну, в общем, всё нормально у меня. Там, короче, значит, заходишь в процедурную, берёшь эту анкету, заполняешь, идёшь к терапевту. Она там пишет, что можно делать, под подпись свою ставит. Кстати, что у меня там проверяли? А, температуру измерили. У меня почему-то тридцать шесть ровно с утра показалось. Не тридцать шесть и шесть, а пониженная. Я даже не думала, что у меня пониженная температура может быть с утра. Ну, я сказала, что плохо спала, говорю, и рано встали. Что-то, говорю, сегодня плохо спала и рано встали. Говорю, у меня просто не выспались, говорю, немножко слабость какая-то. А так вот. И ещё проверяют вот насыщенность кислорода, что ли, в крови. На пальцы такая штука надевается. Там у меня всё нормально, 99,9 показала. Вот. Что ещё там проверяли? Ну, ничего больше не проверяли. А больше у меня ничего и не было. Про давление не спрашивали, не измеряли. Я сказала, что иногда бывает, но редко очень. Так всё нормально всё. Ну, и потом от терапевта идёшь, уже делаешь эту прививку. Короче, следующая будет... Мы там провели всего-навсего вот всё это вместе, не больше 40 минут. Пока я заполнила, пока я заполняла, очередь подошла к терапевту. Потом процедурный опять. Потом надо после прививки минут 15-20 посидеть в коридоре. Потом заглянуть к врачу, сказать, что всё нормально. Ну, в смысле, там голова не кружится, ничего, всё нормально. После этого уже идти домой. Вот. Следующая прививка – это первая часть. Следующая будет через три недели. Где-то после 6 февраля, сказали мне позвонить, пригласят на второй этап. Запишут на повторную прививку. Ну, на вторую часть. Ну, что я вам хочу сказать. Ну, посидела я там 20 минут. Всё нормально, никаких ощущений. Голова не кружится, ничего. Ну, и поехали домой, короче. Немножко заблудились не в ту сторону, уехали. Просто сейчас маршруты меняются. Не знаем, какой маршрут, как идёт. Там понастроили новых домов, маршруты удлинили. Короче, надо водителя спрашивать. Мы уехали не в ту сторону, короче. Хотя в прошлый раз на таком же автобусе доехали сразу до дома. На этот раз нам не повезло. А мы так обрадовались. Думали, что сейчас прям до дома доедем. Но нам в Ашан не надо было. Можно было, конечно, выйти по Ашану, там походить. Но вроде ничего не надо нам было. Поэтому пересели на другой автобус, домой поехали. Ну, мы вообще, мы доехали до Центральной улицы, до Юбилейного проспекта. Ну, где я в парке гуляю. Доехали, в общем, до середины Юбилейного проспекта. И тут автобус шёл в Старой Химке, поэтому мы вышли. И тут уже 2-3 остановки. Мы уже пешком тут дошли. Заодно прогулялись с отрица, взбодрились. Короче, в 12 мы уже были дома. И то только из-за того, что немножко заблудились. Так бы мы раньше. Надо было просто на другой автобус садиться, который сразу разворачивается и идёт. На Юбилейный там тройка ходит. А мы хотели как лучше, думали, до дома сразу доедем. А он поехал не в ту сторону. А мы не спросили у водителя, откуда мы знаем, что у него маршруты разные бывают. Я думала, там все автобусы разворачиваются, идут обратно. Ой, как там погодка-то сегодня. Ну вот, 15 градусов, такой лёгкий морозец. Лёгкий снежок с утра. Снежок был посильнее, ветер был. Знаете, такая погода прям настоящая зима. Я такой зимы уже не помню. Последний раз я такую погоду видела, знаете, когда... Ой, да даже сейчас не вспомню. Наверное, лет 13 назад, когда мы последний раз ездили зимой в Башкирию с сыном, с бабушкой. Короче, когда ему 13 лет было. Сейчас ему 27. Будет 28 в июле. В общем, вот 14 лет назад, когда мы ездили с ним на Новый год в Башкирию, вот приехали, там такая же примерно была погода. И мы там тоже с непривычки немножко замёрзли. Причём мы на Новый год ездили два года подряд. Первый год тоже было вот так градусов 15. Я поехала вообще в осенние куртки и очень сильно там мёрзла. Не могла долго гулять по улице. Так вот вечером выйдем до ёлочки, прогуляемся до площади на полчасика. И бегом домой или до магазина ближайшего. Я почему-то решила, что 15 градусов – это не холодно. Но если учесть, что там зимой и до 30 бывает, то действительно не холодно. И уже когда мы на второй год поехали, на Новый год зимой, я уже, значит, поехала в Дублёнке. Думаю, чёрт с ней. То, что она тяжёлая, то, что она громоздкая. Она у меня длинная ещё такая, до пят почти. Ну, сейчас уже в таких никто не ходит. Тогда ещё ходили. Вот. Думаю, ладно, господи. Я всё переживала, куда там в поезде её вешать, куда складывать. Ничего страшного. Свернула, в пакет положила и под сидение, под себя туда. Я даже в Самаре её доставала, выходила, что-то покупала там на платформе. Поезд долго стоит, минут 30. Мы с сыном оделись, вышли. Воздухом подышать хочется. Что-то в поезде так жарко, помню, было. Мы вышли просто прогуляться, подышать. По-моему, даже мороженое купили зимой. Потому что на улице минус 30. В поезде плюс 40 у нас было, мы ехали. Было очень жарко, помню. Мы с сыном постоянно бегали в тамбур подышать. Проводница, помню, она сругалась. Чего вы всё бегаете? Холод тут пускаете. Такая, говорю, у вас тут сдохнуть можно. Зимой плюс 40. Говорю, вы что, издеваетесь? Они, главное, натопили так сильно. Натопили этот вот печка или что у них там? Титан. Я говорю, у вас посмотрите. Говорю, ну этот градусник плюс 40 показывает. Главное, натопили до плюс 40. И ходят из ресторана, продают холодную воду. Вот это пол-литра маленькая бутылочка воды по 100 рублей. Ходят, продают. Более специально так делали, чтобы воду продать. В общем, пипец. Как вспомнишь, вот так вот. Такие, какие случаи бывали. Вот второй раз, когда поехали, я уже поехала в дублёнки. Вот проблем не было. Там, по-моему, вроде даже холод был до минус 30. Мне уже пофигу было вообще. В такой дублёнке-то до пят. Я её, кстати, так не выкинула. Она у меня висит где-то. Я её практически не носила, потому что таких зим в Москве уже давно не бывает. Таких холодных зим. Куда мне её носить? Вот когда только переехали в Финке. Может, первые там год-два ещё зимой так иногда до магазина в ней ходила. А сейчас вообще не помню, когда я надевала в последний раз. Ну, потому что таких зим, во-первых, холодных нет. Во-вторых, она уже висит практически новая, но уже не модная. Сейчас уже другие носят. Ну, рука не поднимается выкинуть новую вещь красивую. С мехом там. Рука не поднимается выбросить дом, пусть висит. Вдруг вот так морожен, дарахнет по 30. Тогда магазин уходит добежать до ближайшего. Может, пригодится. Ну, поднимается рука выкинуть. Хотела сестре отдать, отвезти. Или там, ну, мать такую не будет носить. У сестры там полно других. Ну, что, ребята. Короче, всё у меня хорошо. Всё обошлось, всё замечательно. Зря я переживала вчера. Ну, просто первые два раза неудачно было. Но сегодня, слава богу, всё решилось. Потому что сейчас уже разрешили всем делать никаких запретов. Нет, всё нормально. Главное записаться. Главное, чтобы вакцина была. А то она, там, как, одна вот эта ампула, или как называется. Вот эта одна ампула на пять человек. И они, ну, достают по одной из холодильника. То есть, одну достали. Посмотрели, пять человек есть в коридоре, сидят. Достали ампулу. И надо, там, минут 20 ждать, пока она разморозится. Вот. Поэтому немножко там были такие заминки. Пока вот следующую ампулу когда достают. То есть, достали, пять человек привили. Смотрят, сколько народу там пришло ещё. Вот. Ну, мы на 10 все прошли. Потом стали приходить все на 11. Мы уже сидим, смеёмся. Потому что человек новый приходит, спрашивает, кто на 11. Я на повторную прививку, кто на 11. Там уже их на 11. Человека три собралось. Ну, мы так посмеялись. Мы говорим, нет, мы ещё все на 10 сидим. Ничего страшного, ребята. Всё хорошо. Какие ощущения? Пока никаких. Вот, когда пришла домой, у меня делали мне в левую руку, вот, в плечо. Ну, не в плечо, вот это как часть называется, предплечье. Вот. Ну, как обычно делают прививки. Домой пришли. Немножко у меня начало покалывать другую руку. Такое покалывание лёгкое прошло. Ну, видимо, вот это лекарство, оно распространяется по крови, по организму. Вот, немножко у меня что-то начало колоть. Другую правую руку, плечо начало покалывание. Такое прошло небольшое. Потом, также началось покалывание в ногах, в стопах ног. Так, одна нога. Потом, второе такое покалывание лёгкое. Вот, сейчас я пока стояла возле окна, с вами разговаривала. У меня такое же покалывание немножко в груди было. А сейчас, вот, чувствую, у меня сушит, сушит, горло сушит. Такое впечатление, ну, такое чувство, как будто пить хочется. Сушит. Вот, сушняк пошёл. Короче, надо попить водички. Но у меня там кофеёчек налит. Но хочется водички. Сейчас я себе из фильтра. Ну, так пока никаких ощущений нет. Я, конечно, могу... У меня сегодня может быть, конечно, слабость. Потому что мы сегодня рано встали и не выспались. Так, сейчас я, наверное, свет выключу здесь. Время 3 часа, уже темнеет. Я так гирлянду включила для настроения. Вообще-то я её днём не включаю, просто включила вам показать. Сейчас водички попью. Сегодня у меня мужик слабость быть только из-за того, что я не выспалась. Мы рано встали. Но мы когда пришли, кстати, мы попили кофейку с печенюшками. А потом... Мы же не выспались. Нас что-то включили телевизор, нас сон потянуло. Короче, легли, поспали часок. Сейчас муж побежал в магазин. Придёт. Будем обедать. Я думаю, что он где-то через полчасика придёт. Через часа в 4 пообедаем. В общем. Ладно, ребята, всё пока. Всё у меня хорошо. Всё нормально. Погода только такая непривычно холодная. В общем, всё хорошо. Жизнь продолжается. У меня всё хорошо. Всё замечательно. Чего и вам я желаю. Как говорится, всё хорошо, что хорошо заканчивается. Так что у меня всё замечательно. Кстати, мне сейчас зайду, наверное, в интернет. Посмотрю. Не открыто. Нет ли там записи к аллергологу. Потому что, когда в интернет заходишь, там видно, у кого какие направления. У меня там открыто направление к аллергологу. Но записи нет. Они мне обещали, что они меня сами запишут. Но вот я иногда всё-таки захожу, смотрю, думаю, вдруг появится аллерголог. И я сама запишусь. Тем более направление, когда есть, ты можешь записаться без врача. Тем более, оно действительно до 21-го. И мне как бы не мешало бы записаться. Но я просто хочу... В принципе, я уже могу не ходить к аллергологу. Я уже так не переживаю, как до прививки. Прививку мне уже сделают по-любому. Просто я хочу, чтобы у меня вот этот запрет сняли. Чтобы у меня в карте прививочной сделали запись, что мне можно делать прививки. Чтобы этот запрет с меня сняли. Потому что не совсем понятно, на основании чего мне вообще такую запись сделали. Тем более 12 лет назад. 13 даже. За это время уже всё поменялось сто раз. И уже не то, что можно делать, уже нужно сделать. Потому что хронически больные тоже в зоне риска. Уже жизнь поменялась. Поэтому к аллергологу я всё-таки схожу. И вот сделаю эту запись прививочной карты, чтобы они мне разрешили делать прививки. Сегодня я на свой страх и риск сделала, можно сказать, без разрешения. Но там, вы когда заполняете вот эту анкету, там три листа. И вот этот последний лист, это и есть добровольное согласие на прививку. Так что всё нормально, ребята. Всё ответственность сделала на себя. Короче, никто ко мне не продирался. Короче, будьте все здоровы. Не бойтесь ничего. Всё хорошо, всё замечательно. Если так дальше пойдёт, я думаю, через год-два мы от этой заразы избавимся. Всё будет как раньше. Не паникуйте. Главное, не паникуйте. Всё хорошо. У меня всё хорошо и у вас всё будет хорошо. Всем пока, до понедельника.